МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Я приехала к нему, мы переспали, потом он вырубился на 2 часа. Его всегда после секса вырубал. И после этого я собрала свои вещи и тихо ушла. Это все. Школьница Наташа Семкова нашла себе богатого и взрослого любовника. Бизнесмена Петра Игнатова. Недавно в квартире Игнатова произошла кража, в которой обвинили Наташу. Прокурор уверен, что девушка действовала не одна, а у нее был сообщник. Почему же Наташа решилась на преступление? И кто ее таинственный сообщник? Выяснится в зале суда. Я вообще честно дралась. Я вообще ничего не поняла, когда она мне этот нож засадила в горло. Везде было коромище, я растерялась. Ну, слава богу, мои ребята, они просто, они положили ее. Студентки колледжа устроили массовые разборки. Во время драки 17-летняя Анна Соколова ударила ножом Елизавету Куликову. Сама Анна уверяет, что схватила нож с земли, когда Лиза начала ее душить. Но все убеждены, что она пришла на побоище, прихватив нож с собой. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Кулькова Наталья Владимировна. Наталья Владимировна, полных лет сколько? 17. Обвиняешься по части 4 пункту Б статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в краже, совершенной в особо крупном размере. Так, 14 октября 2016 года ты усыпила своего любовника Игнатова Петра Валерьевича и совершила кражу в особо крупном размере из его квартиры на общую сумму 10 миллионов 397 тысяч рублей. Так все и было? Нет. Я не совершала никакой кражи. Да, действительно, с Петей мы были любовниками около года. Он хоть человек богатый, но лишние копейки от него не допросишься. И он мне давал деньги, дарил подарки. Ну, хоть как-то, но содержал. А вот скажи, пожалуйста, вот судя по материалам дел, в твоей соцкарте написано, что ты живешь с родителями, в общем, не нуждаешься ни в чем. Хорошо учишься. С чего? Почему ты вдруг решила стать такой содержанкой-то, встречаться со взрослыми мужчинами, быть его любовницей, жить за его счет? Да, как иначе? У меня отец зарабатывает 40 тысяч в месяц. Он мне дает на карманные расходы всего 2 тысячи. И я хочу и телефон, и колготки новые, и нижнее белье тоже не за 3 копейки. Извините, но этого очень мало. А Петя, он хоть какие-то деньги, ну, давал. Зачем? Вы сами подумайте, зачем мне усыплять человека, который мне давал деньги? Это же как резать курицу, которая несет тебе золотые яйца. Ну, я же не дура. Наташа, что ты несешь? Ты мать до больницы довела. Я весь на нервах, весь на успокоительных постоянно. Мы воспитали тебя хорошей, правильной девочкой. А воспитали путану... Пап, хватит читать мне нотации. Пап, уже поздно. Я не путана, а содержанка. Это разные вещи. Наташа, скажи, пожалуйста, что же произошло это 14 октября, в тот день, когда произошла кража? Так, 14 октября как раз у Пети с жена сыном уехали к теще. И он позвал меня к себе. Я приехала к нему, мы переспали, потом он вырубился на 2 часа. Его всегда после секса вырубало. И после этого я собрала свои вещи и тихо ушла. Это все. Вот, товарищ прокурор, большое какое у вас обвинительное заключение по данному делу. Да, у нас прям... Портсигарь, серебряный. Следователь Черкащенко писал сценарии для новых революций. Тут история, уважаемый суд, с одной стороны понятная, с другой стороны, в изложении Черкащенко очень путанная. Но я постараюсь, как говорится, быть краток. Смотрите, что у нас получается? Что подсудимая была в гостях у потерпевшего, да? Усупила его посредством подмешивания в бокал шампанский снотворного. После этого совершает она кражу. Из доказательств у нас, соответственно, вещество, которое есть в бокале и в крови потерпевшего, седативное. Уважаемый суд, на бокале отпечатки пальцев подсудимой всего похищено было из квартиры денег и ценностей на сумму 10 миллионов 397 тысяч рублей. При задержании в жилище подсудимой были обнаружены частично похищенные вещи. Это вот брошь, кольцо и вот еще какая-то что-то типа цепочки. Где находится остальное украденное, выяснить не удалось. С этим как бы полагаем, что... Нет, по наказанию, наверное, я попозже скажу, уважаемый суд. А вопрос, наверное, подсудимый, да? Если она отрицает свою виновность и тогда... Ну вот расскажи, пожалуйста, как же тогда у тебя кольцо и брошь-то оказалось, вот то, что прокурор нам показывает? Это не краденое, это подарок. Мне Петя сам подарил. Вот как Петя сам подарил. Да, не гради. Я не буду дарить малолетке такие дорогие вещи, которые стоят 2 миллиона. Это вещи моей любимой жены Танечки. С тебя и бижутерии хватит на 2 тысячи. Уважаемый суд, да. Вот я не про бижутерию, я про доказательства. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые стоят на подъезде. И сразу было установлено, что сразу после того, как совершена была кража, выходит у нас Наталья с большой черной сумкой, да? Вот куда было сложено вот все это похищенное. И, соответственно, голосует. К ней подъезжает автомобиль. Вот. И по версии обвинения в этом автомобиле находился подельник Натальи. То, что это не случайный автомобиль. Почему? Потому что госномер сзади, он был из ПФР заклеен специальными вот этими или дисками, или какие-то пленками. Да, да, да. Да, то есть человек, скажем так, таксисты в силу того, что ввели наказание до лишения прав за такие, как говорится, манипуляции, они перестали этим заниматься. Хотя раньше это было. Поэтому мы делаем вывод, что все-таки это подельник. При задержании, уважаемый суд, также у подсудимой было обнаружено вот это самое снотворное, о котором я говорил. Вот. Там не хватает двух таблеток. Это, собственно говоря, ровно та доза, которую, ну, скажем так, выпил потерпевший и все, что осталось в этом самом бокале. Вот. В квартире потерпевшего множество отпечатков пальцев подсудимой дактилоскопией проведено. Вот. Ну и мотив преступления, конечно же, прост. Это корыстные побуждения. Девочка сама говорит, 2000 всего на карманные расходы. Она хочет мобильный телефон, новые бриллиантовые трусики и хорошие колготки, или что там она еще мечтает. Товарищ прокурор, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в результате ее действий что-то удалось вернуть? Вот я имею в виду, там, ну, вот кольцо и серьги. Есть что не возвращено, что было не возвращено? Ну, конечно, уважаемый суд. А кольцо, серьги, а там же было всю кучу-кучу всего. Да, то есть вот, ну, я сказал, что гражданский иск имеется в материалах дела. Да, на, понимаете, на 10 миллионов 397 тысяч рублей. 4 миллиона из которых рублями были. Все, я поняла. То есть гражданский иск заявлен, так и заявлен на 10 миллионов 397 тысяч. Понятно. А там было много всего. Там броши. Поняла, хорошо. Бриллианты, сумки там. В общем, как в фильме в том. Петр Валерьевич, ну так разъясните, пожалуйста, вот какие же у вас были отношения? Пожалуйста, я еще про доказательства не сказал. А, извините, товарищ прокурор, я думаю, вы сказали все. Да, вот смотрите, тут у нас еще, почему она, собственно говоря, не пряталась, а с видеокамерой, она шла, прям такая, прям, знаете, как вот, ну, в том фильме, знаете, когда вот воровки такие сексуальные в очках идут, и им за это ничего не бывает. Да. Когда бывает, они от всех отстреливаются. Потом через забор элегантно перепрыгивают. Я знала, что камеры по всему району, мне зачем так полиция? Да, 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 прибежит Брэд Питт, отстреляются, и они, собственно говоря, заживут счастливо. Но так в жизни не бывает. А не боялась она по одной простой причине. Потому что она была уверена, что потерпевший в полицию-то и не пойдет. Она на месте совершения преступления подчерковедческой экспертизу подтвердила, написала ему записку и оставила. «Если кому скажешь, что это сделала я, то все, что на флешке, увидит твоя жена, сотрудники и вообще все. Целую, пух». Понимаете? Вот. И флешка, соответственно, была изъята у нее, а на этой флешке, уважаемый суд, что у нас? Правильно. Там все в самых унизительных подробностях, как это происходило. Она приобщена к материалам. Да, уважаемый суд. Но потерпевший, вы понимаете, в чем суть-то? Он, как говорится, честь честью, а денежки-то дороже. А угроз-то не побоялся. Вообще не побоялся. Да. Петр Валерьевич, объясните, пожалуйста, все-таки, какие же были отношения у вас с несовершеннолетней Наташей? Правда ли, что она была вашей любовницей? Сколько ей лет, когда узнали? Сразу ли знали? Или стало известно только наследствие? Да, Ваша честь. С Наташей у нас были легкие, ни к чему не обязывающие отношения. То, что она несовершеннолетняя, я, естественно, об этом не знал. Она говорила, что ей девятнадцать. Вот, прежде всего. Ну, а где тут? Молодежь, что ты разберешь? Вот, поэтому здесь как бы... Понятно. Скажите, пожалуйста, 14 октября что происходило? 14 октября моя супруга с ребенком уехали к тече на дачу. Я сразу позвонил Наташке, чтобы стартовала в мою сторону. Ну, она, естественно, приехала. Выпили для куражу. Ну, и как всегда по старой схеме. Тут меня вырубило, просыпаюсь, вообще не понимаю, что происходит. Вещи разбросаны, раскидано все. Ну, тут начал разбираться, понимаю, что нет того, нет сего. А то, что она решила меня напугать записями, то, что у нее есть записи нашего сне секса, так было бы там чем пугать. Я смотрел эту запись. Я вообще там красавец во всех ракурсах. Здесь только публикуй. Мужики только позавидуют. Интернетом бояться нечего. Ага, Владимир Олегович, а вот скажите, пожалуйста, хотелось бы ваше мнение узнать. Вы-то как относились к тому, что ваша дочь вот тут с какими-то великовозрастными мужчинами встречалась, жила там, содержанкой у них была, потом обворовала его же? Не знал, ваша честь. Ведь, несмотря на то, что вот моя дочь стала вести аморальный образ жизни, ну, она не воровка, она не могла чужого взять. Уж какие-то прописные истины мы с матерью смогли Наташу привить. Вот даже дома она наши, мои жены вещи берет, всегда спросит, прежде чем взять. А тут у любовника из чужой квартиры, да, тем более не возьмет. А этот Игнатов, я вот про него читал еще в газетах, он еще тот хитрый жук, он наверняка решил какую-то аферу со своими деньгами, вещами провернуть, а на Наташку все свалить. Он вот настолько хитрый, вот мерзавец спал с моей дочерью и решил ее, попользовался ей, решил теперь ее подставить. Да ты только за то, что ты ее трогал, уже тебя посадить надо. Ой, не грози ты уже, не смежи ты мои подковы. Что? Твоя Наташка сама в постель прыгает. Как? Еще и фору любой 40-летней даст, рассказываешь ты мне. Что ты мне говоришь? Воспитывать надо было лучше. Воспитывать надо было лучше. Негодяй, Казанова ты недоделанный. Нормальных дочерей. Ох! Нет, она не... Уважаемый суд. Ваша честь. Уважаемый суд. Конечно же, конечно же, все эти прыжки в зале суда, они минимум недопустимы. Прыгать надо было раньше, уважаемый представитель подсудимой. А здесь просто-напросто надо выяснить истину по делу. И, уважаемый суд, есть неопровержимые доказательства материала их дела. Доказательства, конечно же, виновности. Понимаете, уважаемый суд, я хотел бы к подсудимой обратиться. Пойми, вот все, что было у тебя изъято, что ты, на самом деле, сама себе привезла, если честно говоря, вот ходила, вот это все, думала, что он не напишет заявление. Мы рано или поздно и вот этого твоего подельника также установим. Это вопрос времени, материал в отношении него, ведь он никуда не делся. Если ты думаешь, что только тебя будут судить, ты ошибаешься. Материал в отношении него выделен в отдельное производство, и по нему ведется следствие и оперативные мероприятия. Поэтому все мы установим. Поэтому надо рассказывать все, как было. Не надо никому ничего рассказывать. Все делала я сама. У меня не было никого. Все делала только я. Да, действительно. Это я украла у него деньги. Как ты могла? Ну все сделала только я. Больше никого не было. Уважаемый суд, я убежден, что моя подзащитная действовала, собственно, не по своей инициативе, а попала под сильное влияние человека, которое она почему-то до сих пор покрывает. Мне непонятно. Вот прежде, чем я до конца объясню свою позицию, я ходатайствую вызвать для допроса свидетеля Егора Колышева. Пригласите, пожалуйста, Колышева Егора Семеновича. Егор, скажи, пожалуйста, тебе что-то известно вот по поводу кражи, в совершении которой обвиняют Наташу? Ваша честь, Петр Валерьевич мой отчим. Я дружу с его любовницей Наташей. Милая, прикольная, веселая девчонка. Я уверен, она не могла совершить кражу. Это отчим специально ее подставил. Каким это образом он ее подставил? В последнее время дела между моей мамой и отчимом шли все хуже и хуже. Дело шло к разводу. Вот отчим и решил предусмотреться и все свое добро вывести. Ведь при разводе все сумки, шубы, подарки мама забрала бы себе, а деньги пришлось бы поделить пополам. А дядя Петя жадный. Ничего не хотел моей маме оставлять. Вот он и решил убить двух зайцев одним выстрелом. И добро свое припрятать. И от любовницы избавиться, которая постоянно денежки просит. А вещи, которые нашли у Наташи, это броши, кольцо. Это он сам отчим ей подарил. Ваша честь, у нас с Егором отношения не залазились со старцем. Вот он и пытается меня просто очернить. Ваша честь. У них дело до развода-то почему дошло? Потому что до моей мамы постоянно доходили слухи, что он постоянно изменяет с любовницей. И в день, так называемый, за день до кражи, 13 октября, мы с мамой пришли домой и застукали их вместе с Наташей. Так очень испугался. Начал оправдываться. Мол, это не его девушка, это не он ее привел, это моя девушка. И что она нас обокрала. И он пытается с ней разобраться. Так что ж ты сразу же, 13-го числа, полицию-то не вызвал? Ваша честь. А, достаточно, кстати, товарищ прокурор. А потому что, уважаемый суд, свидетель у нас вводит в суд заблуждение по одной простой причине, чтобы оправдать свою подругу. И доказательством этому является следующее, что Наталья была дома у Игнатова 14-го, 16-го года. Именно тогда она совершила эту самую кражу, что видно из записей с камер видеонаблюдения. Ага, ну, а защита продолжает настаивать, что... Защита продолжает что-то настаивать, уважаемый суд. Мы даже поделимся с вами, уважаемый прокурор, 31-го декабря своими настойками. Конечно, приходите. А сегодня здесь, в процессе, мы настаиваем, что Наталья действовала под давлением взрослого человека. Человека практически не отдавая себе отчета в том, что она делает. Еще раз спрашиваю, Наташа, расскажи, по просьбе, кого ты все это сделала? Кто руководил? Кто сидел за рулем? Я все сделала это сама. Была я одна, больше со мной никого не было. А водителя я вообще за Петином домом нашла. Водитель даже сам не знал, что это кража. Вообще-то он думал, что это переезд. Уважаемый суд, в связи с тем, что подзащитная моя не хочет называть имя человека, я прошу вызвать свидетеля Ивана Геннадьевича Потугина. Пригласите, пожалуйста, Потугина Ивана Геннадьевича. Сейчас. Опа. Ванька, скотина, ты зачем ее притащил? Дай ты! Оп, хорошо. Видимо, в этой сумке четыре шубы, три куртки, четыре миллиона рублей. Три пиджака. Три пиджака. И на стойку. И на стойку. Как вы, уважаемый прокурор, предполагали, все это могло здесь поместиться? Так, а можно как-то сумочку-то, наверное, все-таки на пол? И объясните, что вот в этой сумке, что это такое, Иван, ты сюда принес? Егор, мой старый друг, недавно он притащил мне вот эту сумку и попросил, чтобы я подержал ее у себя в гараже. Вот. Он сказал то, что это, типа, какой-то сюрприз для его мамы и попросил об этом никому ничего не рассказывать. Ну, в общем, я стал замечать, что к Егору в последнее время часто стала приезжать полиция. Я спросил у него, я спросил у него, типа, что случилось? Он сказал, то, что все нормально, это не ко мне, это к моему соседу, к моим соседям каким-то, типа, я тут ни при чем. Ну, вообще, короче, держал меня за идиота. Потом я узнал, то, что, потом, когда я узнал, что произошла кража, я пошел в гараж, открыл эту сумку и увидел то, что там лежат те самые вещи, которые были украдены. Вот часть вещей у меня осталась дома. То есть он тебя попросил о передержке каких-то вещей, а ты даже не знал о природе, откуда эти вещи. Ну, сказал то, что это подарок для его мамы, я ничего не запорозрил. Хороший подарок для мамы. Моя подзащитная, это жертва любви, она просто безнадежно, по глупости была влюблена в Егора. Этот молодой ушлый парень воспользовался этим, уговорил ее совершить кражу. Ну, собственно говоря, 14 октября за рулем автомобиля был именно он, у меня есть этому все доказательства. Так, значит, ты, Егор, все замутил, а я тебя воспитывал 8 лет, как собственного сына, ни в чем тебе не отказывал. Егор, ты действительно придумал план об окраине своего отчима и сам руководил действиями Наташи. Ваша честь, мой отчим был лучшим другом моего отца. Он увел у него жену. Отец с горя запил. Спился и умер. Да и мать с ним была несчастлива. Да он же эгоист. Постоянно изменял с любовницами. А когда дело шло к разводу, он начал истерить, испугался. Начал угрожать моей маме, что все имущество отберет, все подарки, шубы, сумки, которые я дарил, оставит себе, ничего ей не оставит. И что деньги, которые общие, копились на счету, он переведет их к своему брату. И никакой суд потом не поделит их пополам. Копейка, дубль бережет. Я не мог допустить, чтобы моя мама осталась ни с чем. Вот я и взял эту лохушку. Это я лохушка? Подстилку отчима. Я подстилка? Это после всего того, что ты мне говорил? Ты реально дура? Ты думала, что можешь мне понравиться? После того, как год спала с отчимом? Да я даже серьезно к тебе не относился. А лапшу специально на уши тебе вешал, чтобы ты смогла сделать то, что я тебе скажу. Ты подстилка и место твое под жирными папиками. Все время будешь их углажать. Твоим. Пошел ты. Ваша честь. Наташа. Да, с Наташей я и поступил нехорошо. Но цель моя была благородная. Я должен был отомстить за отца и за мать. Понятно. теперь расскажи, пожалуйста, всю правду. Что происходило? Когда ты совершала кражу? Когда-то мы сидели с Петей в кафе. Пришел Егор и Петя представил его своим сыном. После этого мы с Егором как-то встретились в торговом центре случайно. Но это на тот момент я думала, что мы встретились случайно. В итоге у нас завязались отношения и мы начали общаться. Егор сказал помочь мне ему в одном деле. Он хотел отомстить Пете за то, что он испортил жизнь его матери и так поступил с его отцом. В итоге я обокрала Петю, потому что мне так сказал сделать Егор. из краденого я все отдала Егору и себе вообще ничего не забрала. Единственное, что это Егор мне отдал брошь и кольцо и сказал, что храни на память, но никому не говори, что это я тебе отдал его. Скажи, что тебе подарил отчим. Я сказала хорошо. В итоге я в тот момент не знала, что он меня так подставляет. И с видеосъемкой тоже все придумал Егор. Он сказал поставить скрытую камеру, записать наш секс с Петей, чтобы потом его шантажировать этим. Прекрасно. На самом деле я думала, что Егор меня любит. А оказалось, что просто мной все пользовались, что я вообще никому не нужна была. Суд удаляется для вынесения приговора. Далее в программе. Я вообще честно дралась. Я вообще ничего не поняла, когда она мне этот нож засадила в горло. Везде было кровище, я растерялась. Ну, слава богу, мои ребята, они просто, они положили ее. Студентки колледжа устроили массовый разборки. Во время драки 17-летняя Анна Соколова ударила ножом Елизавету Куликову. Сама Анна уверяет, что схватила нож с земли, когда Лиза начала ее душить. Но все убеждены, что она пришла на побоище, прихватив нож с собой. Семкову Наталью Владимировну признать виновной по части 4 пункта Б статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет. Товарищ прокурор, материалы дела передаю вам для решения вопроса привлечения к уголовной ответственности Колышева Егора Семеновича по части 4 статьи 33 части 4 пункта Б статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации за подстрекательство к совершению преступления. Судебное заседание закончено. Здравствуйте, представься, пожалуйста. Соколова Анна Дмитриевна. Анна Дмитриевна, полных лет сколько? Обвиняешься по части 2 пункта УЗ статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Так, 21 октября 2017 года в ходе массовой драки произошедшей между ученицами колледжа ты нанесла своей одногруппнице Куликовой Елизавете Николаевне ножевое ранение в шею что вызвало повреждение гортани и перстневидного хряща. Так все и было? Но я в этом во всем не виновата потому что я просто защищалась. Из-за чего была драка? В общем, сейчас я расскажу как все было по порядку. У нас в колледже есть банда телочек так называемых они ну им нравится что их так называют у них там есть парни и все такое. А также меня и моих двух подружек Машу и Лизу называют мышами из-за того что у нас просто пока что еще нет парней. И вот они из-за этого у нас постоянно чмырят издеваются над нами унижают как-то. И в один момент мне это просто надоело что над нами постоянно идут какие-то издевки. Я подошла вот к этой Лизе и сказала давай в общем может быть баттл устроим стенка на стенку подеремся как-нибудь потому что они нормального русского языка не понимают понимают только силу скажем так. Мы назначили дату баттла 21 октября мы туда пришли была куча зрителей собралось всем же интересно поглазеть правда? Вот и также у нас было условие чтобы мы дрались честно без всяких ножов и все такое. И получилось так что кто-то все-таки принес нож на драку. Кто-то хорош гнать мышь! Это ты этот нож и притащила! А может быть это ты его принесла? Аж вабра! Тварь! Так можно нормальными словами разговаривать? Аня что произошло во время драки? Во время драки Куликова она бросилась на меня и стала меня душить но она меня стала душить так что я даже не могла сказать слово стоп потому что мы договаривались что мы деремся до того как скажем слово стоп она меня душила так что я думала что я сейчас умру я увидела что на земле лежит вот этот самый нож я его взяла и просто пырнула иначе бы она меня убила но я просто защищалась я не виновата если бы я бы ее не пырнула, то все, я бы сама погибла. Да, уважаемый суд, дрались стенка на стенку. Свидетелей множество. Записей с этих телефонов множество. Конфликт подсудимой был, конфликт потерпевшей подсудимой был вызван давней неприязнью. А это подтверждают свидетели. Куликова неоднократно оскорбляла Соколову. Согласно показаниям куратора группы Рязанцева, ее фамилия, Алла Борисовна, подсудимая и потерпевших конфликтовали даже на занятиях. То есть они не стеснялись свою неприязнь высказывать на уроках. Неоднократно вызывались родители обеих девочек. То есть обращалось внимание на это. Накануне драки потерпевшая во время урока схватила подсудимую за волосы и ударила ее об стол, то есть о парту. Педагог обеих девочек тащит к директору. Вызываются опять родители. Сделали опять замечание. Родители обещали разобраться, помириться и все остальное. А на следующий день у нас вот этот самый так называемый батл. Переписка у нас есть между подсудимой и потерпевшей. Подтверждающая конфликтные отношения. Уважаемый суд, в девушах проявляли так называемые судьи перед дракой. Так вот, один из судей, его зовут Матвей Горохов, дал показание, что он разрешил подсудимой пронести на драку нож. И так, телоскопическая экспертиза, которая была проведена по орудию после выступления изъятому ножу, говорит о том, что на рукоятке этого ножа имеются отпечатки пальцев только подсудимой. Да он врет! Тот специально выгораживает этих челочек. У меня к вам вопрос. Разговор был. Товарищ прокурор, у меня к вам вопрос. А вы не подскажете у нас, вот девушка сидит в короне, у нее она приклеена или в чем проблема? Она ее отклеить не может? Вы понимаете, в чем суть? Девушка, несмотря на то, что я объяснял, что это как бы она утверждает, что это предмет ее интерьер, ну и плюс, вы поймите, как богине смертный прокуроришка может объяснить, что она не богиня. Вы понимаете, тут вот экспертизу ей не проводили, слава богу, но... Ну то есть какой-то смысл в этом есть. Ну, видимо, да. Ну, хорошо. Я же так думаю, просто пуля в голову попала и вот корону по голове-то и прибила. Вот, доктор никак не вытащит. Я вот тоже никак не пойму. Ну ладно, Лиза, расскажи нам, пожалуйста, кто был инициатором вот этой драки. Мышь, это она предложила драку, стенка на стенку. В итоге эта крыса протащила с собой нож. Горохов разрешил ей протащить нож не из благородства, он вообще неблагородный человек. Он такой же чмошник, как и она. Он сам ее чмырил всегда. А еще она с ним переспала, чтобы он ничего не рассказывал про нож. Что? Это ты сама со всеми подряд спишь? Не надо вот сейчас вот по себе судить других людей, поняла? А еще он снимал это все на видео и выложил все в сеть. Я думаю, специально он ей разрешил протащить нож, чтобы видео казалось интереснее. Он давно мечтал стать видеоблогером, зарабатывать на этом бабке. В общем, они долбанутые все нагло. Вы же видите. То есть прокурор, а проверялись эти видео, нет? Да, конечно, проверялось все. И вот версия, что подсудимая, что она нашла нож якобы на земле, там и все такое, там и неумышленные, пятое, десятое. Это все, конечно, ерунда, потому что в интернете лежит куча кусков, и это видео имеется в виду. Все-все-все просмотрены, да, и нигде не видно, что подсудимая нагибалась за каким-то ножом. То есть видно, что она ее доставала и порнула. Она, я вообще честно дралась, я вообще ничего не поняла, когда она мне этот нож засадила в горло. Везде было кровище, и я растерялась. Ну, слава богу, мои ребята, они просто, они положили ее, они схватили ее и не дали меня дальше добить. Потом Антон, это мой парень, его папа работает в полиции. Он приехал, повязали эту мышь, меня на скорой в больницу, а потом ее папаша прибежал ко мне на коленях, вымаливал у меня прощения, ныли передо мной, что только они не делали. Они считают, что можно добиться уважением слезами или что? Да вы вообще никто. Вот посмотрите, здесь старый чмошник, совершенно у него... Ну, ты знаешь, ты себя сейчас ведешь не очень красиво, прямо скажем. Я уж не говорю о том, что ты пришла голая в суд. Корона мешает. Как-то это странно немножечко сказать. Да не важно, слушайте. Но это меня меньше волнует, ты же прокурор. Аня, скажи, пожалуйста, какие у тебя были отношения вот с этим Антоном? Да никаких у меня не было отношений с Антоном. Да что ты гонишь, я у него в телефоне нашла фотки ее, как она стоит в раздевалке, фоткается, отправляет ему. Наверняка она меня хотела завалить за любви к Антону. Это он меня снимал, между прочим, дата. Вы меня достали уже оба, тварь. Альберт Николаевич, скажите, пожалуйста, как вы допустили-то, что Аня участвовала вот в этой драке? Сам не понимаю вашей чести. Аня у меня спокойный ребенок. Возможно, я виноват. Я мало разговариваю с ней, много работаю. Много лет назад, а точнее восемь лет назад, у нас произошла такая драма в семье. Анина мама ушла от нас. Ну, вернее, хоть я сам ее выставил. Она очень много пила, вела разгульный образ жизни. Я, опасаясь за психику ребенка Ани, подал на развод, собрал вещи жены и выставил ее из дома. Она приходила, плакала, говорила, что заберет у меня Аню. Подарила ей вот эту вот игрушку. Ваша честь, можно ей передать? Да, Крыбыч. Это любимая игрушка, пожалуйста. Ой, мышь-то и есть, мышь, нашел все передать ей игрушки. Скоро передачкой будешь таскать на зону. Вы один воспитываете Аню? Да, много лет. Правда, недавно я женился, у меня родился сын. Но отношения у моей жены и Ани не складываются. Ну, это не относится к делу. В сентябре месяце Аня со своими одноклассниками поехала за город на автобусе. Они остановились у продорожного кафе. И там Аня увидела свою мать. Она была пьяная, грязная, валяла с канави. Представляете, она ведь ее даже не узнала. Мать не узнала свою дочь. Аня пыталась ее поднять, поговорить. Все вокруг ржали, смотрели на это. Мне потом преподавательница рассказывала. Поймите, ваша честь, у Ани очень плохая жизнь, очень плохая психика. Я вас очень прошу, пожалуйста, не осуждайте сильно мою дочь. Опять ноль. Посмотрите, ну какая дочь может вырасти от такого размазния. Да, уважаемый суд. Давайте, наверное, констатируем факт, что личная драма подсудимой, она, конечно же, повлияла, безусловно, на отношения между сверстниками. Тем не менее, именно Соколова, то есть подсудимая, принесла умышленно на эту драку с собой нож. Что, собственно говоря, и послужило причиной тому делу возбужденному, которое было. То есть преступление. Я прошу вызвать свидетеля обвинения Горохова Матвея Александровича. Это вот тот самый, кто разрешил ей нож проносить, судья. Пригласите, пожалуйста, Горохова Матвея Александровича. Присаживайся. Матвей, скажи, пожалуйста, что ты видел во время драки и что это за история с ножом? Ваша честь, я и Антон были судьями этого баттла. Ну, Антон, понятно, парень Лиза, я непосредственно просто судья с улицы. И за вечер до инцидента ко мне подходит мышь, подсудимая, и попросила меня, чтобы я не обыскивала ее. Но я заподозрил какой-то подвох. Она объяснила тем, что не хочет лишний раз унижаться. Ты понял, сразу сговорились. Погоди, ты мне даже не дорассказал. Все дело в том, что понятно, что Антон не будет обыскать свою девушку. Но она мне дала еще и тысячу. Но я думаю, почему бы и нет. Но я не рассчитывал, чтобы такой добрый, честный человек на такой был способен взять с собой и принести оружие. Ну, вот послушай, а на предварительном следствии ты говорил о том, что знал, что она идет с ножом и дал ей возможность пронести нож? А, нет, Ваша честь. Я не разрешал ей брать с собой нож. Более того, я его не видел до случившегося батла. То, что она мне дала деньги, я вам рассказал. Но в этом явно что-то есть какой-то подвох, верно? И да, когда я делал вид, что шмонал, я почувствовал, что в кармане было что-то твердое. Вот это наверняка был он. Что ты гонишь? Это были ключи. Да не гони ты, вы так отжигали на этом батле. Вы просто заместили этих телок. И что? Ваша честь. В самом начале батла телки просто уже брали верх, они взяли их за волосы, те начали отбиваться. Потом уже буквально через мгновение они их пинают ногами. Им это было мало. Он, главная зачинщица, взяла откуда-то как фокусник, достала нож и просто пырнула Лизу. Я его с ним не достала. За шкварище был. Я это еще снял и выложил в интернет. Да, Ваша честь. Какие-то проблемы, я смотрю, с доказательствами. Но что видел, то не видел. Значит, с видео тоже какие-то проблемы. Я вот хочу как раз обратить внимание на одно из главных доказательств, на которые ссылается обвинение. Это вот эта самая видеозапись. Так вот, на видео, снятое Гороховым, есть начало драки, потом идет склеечка, ну то есть монтаж, и сразу конец. Поэтому у меня вопрос к тебе, Матвей. Где остальная часть, где остальная запись? Что там было? Я все объясню. Меня-то толкали, я снимал в обычном помещении. Там все просто было смазано, я отредактировал, вырезал середину, потому что там нет было ничего смотреть. Ага, что ты врешь, отрегарактерировал. Все, что было, было в начале и в конце. Ты специально это вырезал, потому что у нас съемки на записи. Там видно, что я взяла нож с земли. И ты это прекрасно знаешь. Ты с Антоном пытаешься меня просто зацепить. Садись в тюрьму, вот ли все. Антона, не трогай. Что еще здесь, Антон? Ты знаешь, что, Антон? Блин, вообще задолбали вы меня уже все. Уважаемый суд, давайте будем дальше по доказательствам. Пойдем. Это Дуняшкин, Антон Владимирович, свидетель обвинения, присутствовал при разборке девушек и знает суть конфликта. Пригласите, пожалуйста, Дуняшкина, Антона Владимировича. Присаживайся. Антон, скажи нам, пожалуйста, что тебе известно о конфликте Ани и Лизы? Ну, что могу сказать? Аня и Лиза все время конфликтовали. Ну, как сказать. Аня была популярной в школе, в колледже, на районе вообще, а Лиза, ну, мышь опущена, что могу сказать? На тебя посмотрите. Давай ты не будешь здесь выражаться. Скажи, пожалуйста, ты присутствовал на драке, вот, когда девушки дрались? И что ты видел? Ну, я был судьей, присутствовал. Я шмонал девочек, телочек. А вот горох шмонал мышей и облажался со своим, да, горох? Конечно. Протащили ножик, да, через тебя, а? Свою-то шмонал. Нормально все. Да. Так вот, я очень конкретно следил за дракой, так как моя телочка была в этой драке и участвовала. И я конкретно видел, как мышь достала нож и всадила ей в горло. Вот так. Понятно. И вся эта история заключалась в том, что если мышь вдруг выиграют, то телочки в своих соцсетях напишут, что они такие крутые, что они молодцы, и никто их больше чмурить не будет. Ну, а если выиграют телочки, то тогда всей группой в течение целого месяца мы будем чмурить мышей, делать все, что захотим. Ну, фантазия, как у кого работает. И поэтому они, короче, наверное, очканули и притащили с собой на разборку ножек. Скажи, пожалуйста, какие у тебя были с Аней отношения? Да никаких не было отношений. Слышь, не тебя спрашивают. Никаких отношений у нас не было. Просто в параллельных группах учились и все. Ваша честь, разрешите задать вопрос свидетелю? Антон Владимирович, в конце прошлого учебного года на дискотеке у тебя и моей подзащитной был конфликт. Поясни, пожалуйста, суду, в чем его суть заключалась? Из-за чего вы посудились? Какой конфликт? Вы о чем? Мы просто стояли с Лехой, разговаривали. Спокойно все на дискотеке. Подходит это, начинают к Лехе клеиться. Мы поугарали и все, и разошлись. Никакого конфликта не было. Ваша честь, ну, в очередной раз я сталкиваюсь с тем, что подростковая жестокость переходит все границы. Здесь девочки устраивают драки стенка на стенку. Рвут себе друг другу волосы. проносят ножи. Парни их судят, снимают все на видео, выкладывают в интернет. Все это считается нормой. Ваша честь, я прошу вызвать сюда свидетеля Наталью Гнилорыбову. Это подруга подсудимой, которая, кстати, тоже является объектом насмешек. Вот мы видим девушку, которая корона жмет и перекрыла кровоснабжение мозга. Смеется уже. Вот Наталья это тоже объект насмешек и объект травли однокурсников. Я прошу еще раз. Пригласите, пожалуйста, Гнилорыбову Наталью Владимировну. А вы гадкий, господин Аксенов. А я с вами еще за руку здоровался. Свидетель защиты, пройдите. Я вас пиарю доверителем просто. Сюда присаживайся. Наташ, скажи, пожалуйста, ты присутствовала при драке девочек или ты сама принимала участие в этой драке? Я присутствовала на этой драке, но я сама не дралась. Они меня тоже мышью называют, несмотря на это. Это Дуняшкин нож подбросил на площадку, где девочки дрались. Что за курта пошел, а? Я не знаю, зачем ему это было нужно. Может быть, он хотел как-то девчонок провоцировать или, может быть, как-то своей девушке помочь. Я не знаю. Но я там была. Я снимала эту драку со стороны. У меня на съемке, на видео, есть такой момент, когда видно прям, как Антон подбрасывает этот нож. Что там видно? Что там видно? Помолчи. Видно, как Антон подбрасывает нож. Девочки его сначала не видят, но потом, видимо, Аня как-то его заметила или что-то. Это вообще нож, а? Она взяла нож и ударила Лизу. Вообще, Аня хотела честной драки, без унижений. Она не хотела, чтобы Горохов ее трогал. Еще бы. Вы бы знали, вы никто не знает, что она такое пережила. Конечно, если бы, если бы меня кто-то трогал, я ее понимаю. Она просто тогда дала тысячу, чтобы Горохов ее не лапал. А скажи, пожалуйста, а что она такое пережила? Мне Анька тогда все рассказала. Она еще ко мне домой пришла, рыдала, отмокала. Мы с ней одежду вместе еще зашивали. Наташи не надо. Ань, прости, я не могу просто сейчас по-другому. Дуняшкин ее изнасиловал. Чего? Да бред это, что такое не насиловал. Она сама ноги раздвинула. Это не бред. Это было прошлой весной, после дискотеки. Тогда, на переулке, он ее подкараулил, поднес заточку и изнасиловал. Пригрозил еще. Сказал тогда, что ее мать убьют, что отца посадят, что сделает так, что она жить не захочет, что с моста ее сбросит, что она утонет. Что ты там рассказываешь, сказочница, а? Никого не насиловал. Ага, еще сказал, что ее отца убьет. вы слышали? Он еще, Аня, никому не говорила. Вообще никому. Даже отцу своему родному не сказала. Только мне тогда сказала. И то, перед батлом самым, еще вспомнила тогда этот случай, говорит, мол, я хочу ему отомстить. А как ему отомстить? Лично же никак не получится, только вон, через эту телку его. Вот она и пошла на этот батл, чтобы ей серьезно ее побить. Она очень готовилась убивать. Да, она, конечно, никого не хотела, но готовилась серьезно. Она каждый день, каждый божий день занималась грушей боксерской, тренировалась. И, наконец, когда они все-таки согласились на батл этой телке, она, конечно, обрадовалась. Она давно очень хотела этого батла. А тут этот опять ей подгадил. Ничего не подгадил. Ничего никого не насиловал. Что за бред вообще? Серьезно? Да ты спал с мышью? Да ну какая разница уже? Сейчас мне об этом разговорят. Ты вообще не уважаешь, как ты мог? Фу! Что, нормально? Посмотри на нее! Она сама во всем виновата. Слышишь, ты виновата в этом. Я нормально подошел к ней после дискотеки, говорю, давай пройдемся, прогуляемся, поговорим там, подружим. Молчи ты. Подружим поговорим. Ты меня затыкаешь. Я не с тобой сейчас разговариваю. Ты чмок ты одна. Я не с тобой разговариваю. Я говорю, что ей нормально объяснял, она мне грубо ответила, а я грубость не терплю. Я ни в чем не виновата. Ты сам ко мне приставал. Ты говорил, что я тебе нравлюсь. Ты ко мне говорил всякие разные вещи, шептал мне на ухо, как я тебе нужна сам. Потом шемешивал на меня грязью. Ты его лед. А потом ты просто взял меня, прижал в углу, где-то там ее засиловал. А потом сказал, чтобы я молчала. И еще сказал, чтобы отец тоже своего-то и своего пацана подослал, чтобы я тоже заткнулась. А твой папаша, между прочим, дал мне денег для того, чтобы я молчала, чтобы своими родителями ничего не стало. Скотина, ты последняя. Знаете, мне без разницы, мне все равно, кто принес нож на эту драку. Антон, не Антон, не без разницы. Я очень рада, что я смогла отомстить, и ты ненормальный. Откнись вообще. Ты теперь сядешь. Ты меня? Суд удаляется для вынесения приговора. Соколову Анну Дмитриевну признать виновной по части второй пункту за статью 112 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание считать условным с испытательным сроком в течение двух лет. Также, Аня, суд разъясняет тебе право, что ты можешь обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Дуняшкина Антона Владимировича по части 1 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение изнасилования. Также, товарищ прокурор, я прошу вас обратить особое внимание, он тут сказал, что у него папа работник правоохранительных органов, но это очень нехорошо, когда человек так просто позорит то место, где он работает. Я думаю, что, наверное, не место у нас таким людям на таком посту. Я прошу провести проверку по данному факту. Судебное заседание закончено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова